у нас тут кевин бритингом из компании кью кевин из кью звучит скромно и о масштабах личности этого мужика ничего не говорит об этом вообще никак не расскажет так что самое время для исторической справки и так начало 74 года муаммар мухаммедович каддафи из ливии и хабиб алиевич бургиба из туниса объявляют об объединении своих стран в арабскую исламскую республику и будто бы встревоженный такими известиями на противоположной стороне глобуса на свет появляется кевин бритингем родился и рос он в штате джорджа с младых ногтей любил всяческие состязания но не любил в них проигрывать до 12 лет входил в двадцатку лучших бмк саров сша катал на скейте и оружие в глаза не видывал но в 17 лет он случайно пострелял из mp5sd это который с интегрированным глушителем и по уши влюбился в оружие и в эти самые глушители через два года у него уже был небольшой цех магазин по продаже оружия и в 1993 прямо в этом цеху он основал компанию advanced armament corporation корпорация передового вооружения которая лучше известно просто как эй эй си глушители он сперва продавал чужой разработки но со временем стал разрабатывать и свои собственные глушители по сути своей увеличивают давление пороховых газов в оружии особенно в системах с прямым воздействием газов на затвор как на r15 это в свою очередь несколько увеличивает темп автоматической стрельбы и в итоге получается не огонь прикрытия какой-то пустой расход патронов бритингом к тому времени плотно работал с военными специальных подразделений поставляя им глушители и учуял что на этом можно и нужно немножко заработать немного пошукав он нашел изобретение морпеха и оружейника максвелла отчисона чье имя может быть не особо известно широкой публике но практически каждый наверняка видел его другое изобретение отчисон асалт шотга наступательный дробовик отчисона аа-12 вот кстати фото конструктора его детища вместе в общем этот же дядька в свое время придумал буфер отдачи понижающий темп стрельбы м16 бритингом купил лицензию и начал выпускать эти замедлители темпа стрельбы у себя в цеху да потом он жалобился что особой популярностью они не пользовались что как бы логично у обычных то людей полностью автоматически r15 встречаются крайне редко а с другой стороны военные купили столько замедлителей что по словам кевина прибыли хватило бы на покупку дома но основным направлением деятельности все же были глушители бритингом и его команда пробовали новые дизайны внедряли инновационные методы производства сражались с либералами за права граждан на использование глушителей даже основали лоббистскую нко по продвижению глушителей в массы а это нкошка гордится тем что с 2011 года в результате усиленного лоббирования законодателей число глушителей в штатах выросло в 10 раз а число штатов в которых стало возможно легально пользоваться глушителем для охоты удвоилась в общем и целом эйси из года в год показывала практически двукратный рост и стала крупнейшей компанией производящей пбс или приборы для бесшумной стрельбы в сша а значит наверное и в мире такой успех успехов не остался незамеченным крупными игроками и в 2009 эйси поглотил оружейный гигант ремингтон хотя если смотреть в корень на теле и компанию кевина и сидевшего в долгах как шелках ремингтона купила одна из крупнейших инвестиционных фирм в мире церберус капитал менеджмент как бы то ни было бритингом перестал быть владельцем своей компании но остался работать в качестве гендира его отец всю жизнь вкалывавший на заводе критиковал продажу собственной компании мол работать на дядю будет невыносимо но поначалу кевин был преисполнен надеждами так как ремингтон не должен был вмешиваться во внутреннюю кухню эйси соответственно это слияние обещало новые возможности для развития ведь если глушитель будет продавать ремингтон то они станут еще более популярными и перестанут быть довольно нишевым продуктом поэтому помимо выпуска глушителей кевин со товарищей спокойно продолжили разработку калибра 300 blackout приспособленного для стрельбы из коротких стволов с глушителями под него была разработана и первая версия винтовки хани беджер в переводе медает как раз с коротким стволом и глушителем формально со слов бритингом запрос на такой калибр такую винтовку поступил от его контактов спецподразделениях которые очень хотели найти замену своим потрепанным mp5sd напомню у mp5 калибр 9 миллиметров и эффективная дальность стрельбы до сотни метров но и военным хотелось чтобы новая винтовка при схожих относительно компактных габаритах фигачила как калаш без глушителя а с глушителем ну чуть подальше и тоже сравнительно тихо это формально по сути хани беджер был проектом мечты кевина которые если помните влюбился в глушители как раз попользовав юношестве mp5sd собственно и первый хани беджер тоже получил приставку sd в названии это собственно и есть глушитель по-немецки шаль дампфер и медоед имел этот самый глушитель габаритами был сравним с 4 килограммовым mp5 и на кило меньше весил стрелять мог на несколько сотен метров ну и конечно же энергия даже толстенькой до звуковой пули 300 блокаута в полтора то и в два раза больше энергии большинства до звуковых девяток и все бы было хорошо вот только руководство ремингтона или как говорят злые языки и управленцы материнского цербируса пронюхав про самодеятельность в дочернем предприятии начало давить на бритингема мол нам нужно не 59 процентов прибыли а 65 хватит заниматься ерундой и инновациями подзабей на контроль качество глушителей подрежь расходы забей на маркетинг и делай нам уже бабки а дело в том что в нулевые десятые компании производивших глушители было не особо много и логотипы и си был практически синонимом качественного глушака маркетологи конторы божили с рекламой и раздавали глушители бесплатно тем кто делал татуировки с этим самым логотипом а сам бритингом вел себя как рок-звезда называл свою компанию цитата крутым местом для работы по сравнению с замшелыми цехами обычных оружейных компаний и устраивал вечеринки на популярной оружейной выставке шот-шоу с участием например карликовой трибьют группы мини кис хотя глядя на видео с того концерта кому-то может захотеться накрутить глушитель на солиста но в общем терпеть превращение своей яркой компании в серый корпоративный придаток бритингом не хотел а поэтому начал сопротивляться что привело к тому что ему дали пинка и собственной компании прошло это событие с помпой материнская компания прислала в офис эйси команду вооруженных увольнителей в штатском с оружием наголо дабы подорвать доверие сотрудников их собрали перед засекленным офисом кевина и начали громить этот самый офис будто бы в поисках чего-то запрещенного веществ личного гранатомета свидетельств корпоративного шпионажа не суть главным было очернить уже бывшего директора компании в глазах подчиненных чтобы те не ушли за ним следом после этого представления бритингома выпроводили на улицу а следом выкинули его диванчики и личные вещи на самом деле это крайне сокращенная версия истории с кучей опущенного корпоративного крысятничества и многократного обкакивания руководством ремингтона собственных штанов юридическими репутационным смыслах но полная версия это сотня с лишним страниц текста так что до пришлось подрезать текст этот кстати из судебного процесса ведь кевин не будь дурак пошел судиться и после двух с половиной лет тяжбы процесс он выиграл получив 14 миллионов и еще около 4 миллионов судебных издержек и трат на адвокатов на дворе был 2014 год и кевина схантили в тогда еще осваивавшийся на американской земле зигзауэр тут наш герой проработал аж целый год и с нуля разработал линейку глушителей которые до сих пор существует на рынке вот только сработало пророчество отца работать в корпоративной структуре под дяденьками в пиджаках оказалось невыносимым для свободолюбивого кевина поэтому он что твой колобок и отсюда уволился утащив следом еще и часть коллектива хотя здесь обошлось без всякой драмы и ушел кевин как можно догадаться уже чтобы основать собственную компанию q llc значение буквы q не определено это может быть первой буквой слова quiet тихий или quality качественный или типа как персонаж q из книги фильмов про джеймса бонда который обеспечивает 007 шпионской техникой в целом даже самому бритингем уплевать на значение ему просто нравится как она выглядит и звучит q клепает глушители всех мастей выпускает несколько моделей пушек ну и конечно же выпускает доработанный многократно облизанный оружейными блогерами и популярный в некоторых кругах хани беджер на который когда-то забили успешные управленцы ремингтона кстати из самого ремингтона выжили все соки и компания дважды проходила процедуру банкротства с распродажей всех придатков с аукциона одним из придатков была старая фирма кевина айси которая до сих пор занимается производством глушителей и и выкупили владельцы палметто стейт армари о которых я рассказывал в одной из информационных вставок если интересно посмотрите на сайте же айси рассказывают красивые истории о пионерстве и новаторстве в деле производства глушителей хотя ну нам то ясно что главный пионер и новатор оттуда давно ушел да и состав сотрудников поменялся учитывая что производство было перенесено за 600 верст в другой штат сам бренд ремингтон между прочим развалился на две части одна контора выпускает под ним патроны оружие производит другая контора во главе которой сидит вот этот суровый дядька ранее управлявший компании кроссман это производители воздушек в рекламных роликах дядька проклинает бывшее руководство ремингтона мол эти кабинетные пингвины только и хотели что выдавить компанию досуха не думая о долгосрочных перспективах поэтому плевать хотели они на качество продукции а вот мы не такие мы сами ярые стрелюны и охотники нам задержал смысле за бренд обидно так что никаких послаблений в качестве выпускать будем теперь только самое лучшее самое надежное и на самом деле звучит это очень похоже на риторику нашего героя мол между деньгами и качеством он всегда выбирает качество а денег ему много не надо что 20 миллионов что 80 какая разница главное выпускать самый лучший продукт правда если копнуть интернет и окажется что глушители кью вопреки заявлениям бритингема о самой самости имеют иногда проблемки с качеством будто это ну самые обычные глушители плюс служба поддержки кью вместо того чтобы облизывать дорогих клиентов просто шлет их лесом причем в самых нелестных формулировках сам кевин порой тупо воюет с недовольными комментаторами в запрет грамме если копнуть еще глубже можно найти сведения что еще до покупки и си реймингтоном то есть самые трушные времена бритингем уже слегка подрезал углы например в какой-то момент сменил дорогие вольфрамовые грузики в замедлителях темпа стрельбы на стальные вроде почти то же самое но старые работали лучше и народ это подмечал калибр 300 blackout тоже не был разработан на пустом месте еще в начале 90-х был такой 300 виспер и blackout это по сути его отполированная и доработанная версия стандартизированная и пущенная на конвейер об этом и сам кевин рассказывает на интервью и подкастах облизываемая как уже было сказано блогерами винтовка хани беджер исходя из массива отзывов это тоже обычное оружие да отличного качества изготовления с интересными решениями но у того же зига есть очень похожий mcx в том же калибре и он по некоторым параметрам превосходит детище кевина фанаты говорят что mcx как раз сам кевин и создал пока работал в зигзаури но никаких доказательств этой забавной теории нет и еще есть ролик где кевина позвали беспристрастно сравнить хани беджера и mcx ну и угадайте сами какую пушку он обгадил вообще касаясь публичного образа кевин регулярно светится в роликах и подкастах оружейного ютуба и зачастую выступает фигурой одиозной нарциссической или нарциссисской и высокомерной из разряда если ты слишком беден чтобы купить мой глушитель просто разбогатей а еще есть мое мнение и неправильное и я тебе ща блин расскажу почему именно ты не прав и почему ты идиот помимо того кевин с его же слов любит просто обожает убивать животных на охоте или в целях тестирования новых калибров но и еще на суд общественности несколько раз всплывали документы об арестах кевина в связи с продолжительным преследованием или точнее сталкингом бывшие супруги и угрозами о расправе в ее же адрес не то чтобы это нас как-то касалось но она органично дополняет образ принципиального и базированного мудака выставляемый бритингом на показ вот есть аж целая серия роликов на официальном youtube канале компании киев в которых кевин популярно разъясняет малолетним дебилом почему если ты не с ними то против них в общем то это и есть главный слоган компании живи с кью или умри и судя по интернетам так все и получается бритингома и все его творчество либо обожают за инновационность технологичности категоричные взгляды либо ненавидят за высокие цены наплевательское отношение к критике и все те же категоричные взгляды что сухом остатке как относиться к кевину и в относиться ли вообще дело каждого тут надо помнить что мы никогда не узнаем например насколько связаны и связан ли вовсе успех бритингом вооруженной индустрии с близким знакомством с владельцами найтс армамент компании кто не в курсе эта контора плотнейше сотрудничает с военными подразделениями а главный дядька там лично знал михаила калашникова и считал юджина стоунера своим ментором последний собственно и работал в найтс армамент компании вплоть до своей смерти а вот этого самого главного дядьку считает своим ментором уже кевин бритингом не узнаем мы и того насколько велик вклад в продукты бритингома его команды например еще одного крупного оружейника наших дней это на лесарда которого кевин таскает за собой еще с 90-х если из-за меры производить патентами то у лесарда их 40 а у бритингома в два раза меньше и в половине упоминается лесард не узнаем мы даже того используют ли какие-то секретные военные подразделения винтовку q honey badger разработанную якобы по их запросам или это лишь хайповая часть рекламной кампании для заработка классов что мы знаем так это то что бритингом это успешный бизнесмен и лицо своей компании уж какое есть нравится это кому-то или нет и как суммировал один реддитер кевин это лучшее что случилось с оружейной индустрией сами спросите его он вам это подтвердить а на этом все ходите по ссылкам в описании будьте бдительны с информацией в интернетах не ходите по ссылкам в описании салют в описании под видео